Здравствуйте, дорогие любители путешествий! В эфире новости Топоса. Сегодня начался Великий пост, и я поздравляю всех верующих зрителей нашего канала с началом весны духовной. Ну, конечно, первая мысль о том, какие могут быть развлечения, путешествия и приключения Великим постом. Это верно, однако на Топосе есть немало видеополомничеств, так что для тех из вас, кто все-таки что-то смотрит Великим постом, найдется немало интересного и полезного контента на нашем сайте Топос. К тому же, в честь того, что сейчас идет первая неделя Великого поста, мы изменили нашу программу Топос ТВ на эту неделю, и вас ждут две замечательных паломнических экскурсии в выходные дни. Но обо всем постепенно, и начнем мы, как всегда, естественно, с новых экскурсий на главной странице нашего сайта. Итак, первая новая экскурсия, о которой я хочу рассказать вам, как раз была сделана специально для постного времени. Сняла ее наш замечательный экскурсовод Ольга Мушинская. Ольга живет в Гродно и снимает нам экскурсии по Гродно и Гродненской области. Называется экскурсия «Амвросиевский скит. Белорусская оптина». Вот уж действительно в Белоруссии масса абсолютно неизвестных нам мест, и много открытий можно сделать. Кстати, у Ольги вообще много экскурсий по монастырям и храмам Белоруссии. У нее есть экскурсия и в Жировический монастырь, и про белорусские храмы оборонного типа, уникальные совершенно архитектурные шедевры Гродненской земли. А вот эта экскурсия – это путешествие в скит, который был построен в 2005 году недалеко от Жировического монастыря, и это настоящая оптина, только женская оптина в миниатюре. Сегодня мы отправляемся с вами в необычное, не совсем понятное и привычное для православного человека место – монашеский скит. Нашему взору привычнее видеть большие храмы, соборы, монастыри. И вот, проезжая с Лоним, мужской Жировический монастырь, буквально через пять километров дорога уходит влево, и мы въезжаем в деревню Русакова. В моем понимании, скит – это что-то совсем уединенное, куда посторонним вход строго воспрещен. Но в нашем случае дело обстоит немного иначе. Вот с дороги мы уже видим купола и въезжаем на территорию. Аккуратные простые деревенские домики, грунтовая дорога, словно русло реки, и красивейшие златокупольных. Приглашаю вас посмотреть экскурсию Ольги Мушинской про белорусскую оптину. Находится она на главной странице нашего сайта. Просмотр стоит 100 рублей. Смотреть можно в любое удобное для вас время. Следующая экскурсия пришла к нам из сказочной Словении. У нас появился новый автор в Словении. Зовут экскурсовода Наталья. И Наталья не просто лицензированный гид по Словении, она еще и в прошлом оперуполномоченный убойного отдела петербургской полиции. Так что Натальина второе увлечение после путешествий – это квесты. Квестовые экскурсии – это особое направление. Квестология – это целая наука создания учебных экскурсий, где отгадываются загадки, даются ответы на разные вопросы и так далее. И мы на Топусе планируем к лету начать выпускать такие экскурсии. Они позволяют человеку более активно ознакомиться со страной, проявить свою смекалку, сообразительность и так далее. Наталья проводит такие квесты и онлайн, и оффлайн. И вот Наталья также является человеком года 2020 года в городе Шкофья-Лока, где она живет. Такую высокую награду она получила от правительства города за миссию по развитию туризма, в частности создание авторских квестов на славянском и русском языках, а также культуры и славянской связи двух родственных стран Словении и России. Вот такой интересный у нас экскурсовод, великолепный рассказчик, очень живой и интересный человек. И я предлагаю вам вместе с Натальей попутешествовать по славянской деревне. Озеро Бохинь находится в окружении Альп и является одним из самых красивых озер Словении. Вот опять же, посмотрите, как красиво они складывают дрова, просто загляденье, целое произведение искусства. Ну а мы направляемся дальше в сторону озера Бохинь, и пока вы прогуливаетесь вместе со мной по красивым деревушкам, я хочу загадать вам небольшую загадку. Подумайте, почему так интересно называется озеро Бохинь? Не напоминает ли какое-то очень знакомое слово на русском языке вам это название? Вот будет интересно, как вы переведете, так скажем, это название, А я дальше продолжу свой путь и уже в конце раскрою вам эту маленькую тайну. Вот мы с вами подошли уже к Бохиньскому озеру, и сразу же перед нами появляется вот такая вот церквушка. К ней мы еще с вами вернемся, а я вас хочу познакомить с одним из самых больших и красивых озер Словении. Озеро Бохинь перед вами открывается. Эта экскурсия также находится на главной странице нашего сайта. Просмотр стоит 100 рублей, и посмотреть вы ее можете в любое время. Очень рекомендую, оставляет ощущение покоя, умиротворенности, необыкновенной гармонии с природой, и мы ждем новых экскурсий от Натальи. Следующая экскурсия, о которой я хочу вам рассказать, называется «Тайны Мадридского двора». Эту экскурсию создала выпускница нашего экспресс-курса, экскурсовода онлайн Элеонора Фауст, дипломированный гид из Мадрида, из Испании. Вас ждет настоящее путешествие вглубь истории Испании и подробный обзор Королевского дворца. Королевский дворец Испании – это самая большая монаршая резиденция в Европе, он гораздо больше Версаля или Букингемского дворца. А главное, дворец хранит множество тайн и историй, ведь недаром существует устойчивое выражение «тайны Мадридского двора». Вот обо всем этом вам расскажет Элеонора в своей экскурсии. А на закуску вы еще и увидите смену почетного караула Королевской гвардии. Королевский дворец в Мадриде – жемчужина барочной архитектуры. Все здесь под стать благосостоянию имперской Испании. Величественный фасад, изящные балконы, парадная решетка, пышные сады. С XVIII века дворец является официальной резиденцией королей Испании. Однако сейчас король Филипп VI в нем не проживает, а дворец используется для официальных церемоний, вручений премий, аудиенций и приемов, и королевских банкетов. В дни неофициальных приемов Королевский дворец открыт как музей для посещения, где можно посмотреть интерьеры покоев дворца. Итак, экскурсия «Тайны Мадридского двора» также находится на главной странице нашего сайта. И просмотр стоит 100 рублей. То есть посмотреть ее можно в любое удобное для вас время. Ну и последняя новая экскурсия, о которой я должна сказать вам, это экскурсия из Варшавы. От гида Татьяны Казак. Называется она «Варшава. Пять площадей». Хотя у меня очень много польских предков, но я никогда не бывала в Варшаве, поэтому с большим интересом смотрю все экскурсии Татьяны. И не знала я, что в Варшаве есть 40 площадей. Притом пять из них, наиболее известных, находятся на довольно небольшом расстоянии друг от друга. Вот по этим площадям мы будем гулять с Татьяной. Вы сможете услышать, естественно, историю города, массу интересных рассказов. И еще раз напоминаю, эта экскурсия находится на главной странице нашего сайта. Варшава – это, конечно, самый крупный город Польши. По большому счету здесь проживает около двух миллионов жителей. Еще очень большой пригород. И приезжает в Варшаву на работу большое количество людей. Сам же город по площади занимает 514 квадратных километров. Ну и стоит добавить, что делится на 18 районов города. Мы с вами находимся в районе, который по-польски называется Шрудместе. Дословно, середина города. Ну а старый город – это как бы часть вот этого центрального района. Эта часть – одна из самых ценных, потому что не только из-за того, что отсюда начиналась история. Эта часть, по которой мы с вами идем, с 1980 года находится в списке памятников ЮНЕСКО. Ну а когда мы говорим о том, как было раньше и как сейчас, то нам пригодится вот такая фотография. Если присмотритесь, так выглядела Варшава сразу после войны. И это, конечно, море просто руин. К слову, мы с вами направляемся вот на эту площадь, куда я сейчас указываю. Ну а были вот в этой части, где располагается площадь рынок. С этого моря руин Варшаву восстанавливали. И надо отметить, что статус памятника ЮНЕСКО был получен, как мне кажется, совершенно не случайно. Потому что Варшава действительно город восстановлен. Он восстановлен очень неплохо. Я вам показываю еще такую табличку, где, кстати, написано, что в сентябре 1980 года Варшавский старый город стал памятником ЮНЕСКО. Но мы с вами направляемся дальше и двигаемся в сторону площади, которая называется по-польски пляц Замковый. Несложно догадаться, наши языки близки. Переводится как Замковая площадь. Ну а теперь переходим к тем событиям, которые будут идти на нашем сайте в режиме онлайн или в прямом эфире. Как я уже говорила, поскольку начался Великий пост, мы подобрали программу нашего ТОПОС-ТВ и наших лекций в соответствии с постным временем. 18 и 19 числа вас ждут две замечательных лекции, на которые нужно записаться заранее. Лекции у нас, как и обычно, идут по закрытой ссылке, по предварительной записи при наборе группы в 30 человек. Но темы настолько интересные, что я не сомневаюсь в том, что эти группы наберутся. Итак, 18 числа мы с вами побываем на лекции Иоанн Кронштадтский в Санкт-Петербурге. Проведет ее нам жительница Санкт-Петербурга, православный писатель Людмила Ильюнина. У Людмилы множество замечательных экскурсий на нашем сайте. А вот в этой лекции Людмила покажет и расскажет нам все памятные места, связанные с жизнью одного из самых почитаемых православных святых, святого преподобного Иоанна Кронштадтского. Дорогие друзья, многие из вас понимают святость как полную безгрешность, но православие понимает святость как борьбу с греховностью, которая всем нам свойственна. И увидеть, как происходит эта борьба, можно, читая уникальные дневники святого праведного Иоанна Кронштадтского, которые он вел всю свою жизнь. В нашу лекцию включена беседа с настоятелем нашего храма, отцом Алексеем Терентьевым. Я вас приглашаю на лекцию 18 марта, но она будет доступна целую неделю по сноске, но записаться желательно раньше. Вот сейчас, во время Великого Поста, нам нужно иметь такие ориентиры, такой пример борьбы за святость, борьбы с грехом, который нам являет святой праведный Иоанн Кронштадт. 19 марта на своей лекции ждет вас Александра Петрикова. Лекция называется «Православные святые родом из Чехии». Вот еще одна страница, открывающая нам историю христианской Европы. Обычно какие ассоциации у нас с Чехией? Ну, красивые замки, пиво, сосиски, заполненные туристами площади и улицы. На самом же деле Чехия – страна христианская, имеющая очень древнюю христианскую историю. Мало того, и в современном государстве Чехия почитаются национальные святые. Вы узнаете множество интересных вещей, о которых вы, возможно, даже раньше не слышали. Ну, действительно, Чехия – это удивительное в этом смысле место. Мало где, в каком современном светском государстве день рождения государственности связан с днем почитания местного святого. Например, даже в современной Чехии считается, что князь Вячеслав по-прежнему является вечным монархом Чехии, что его трон на земле только временно занимает очередной правитель. Мало того, святую Людмилу чехи называют любовно бабушкой Людмилы. Так что, уверяю вас, вас ждет лекция сплошных открытий. И, конечно же, я особо приглашаю на нее всех Людмил и Вячеславов. Но кроме них будут и другие святые, в частности, Святой Прокопий и многие другие. И для тех, кто уже хочет немножечко заглянуть, скажем так, в тематику лекции еще до ее начала, посмотреть такой, как говорят на современном языке, спойлер, вы можете перейти на канал, YouTube-канал Александры, вот его название, Сандра Прага, и посмотреть там небольшой пятиминутный ролик о Святом Прокопии. Напоминаю, что ссылочка на сам канал находится в описании этого видео, что это только небольшой ролик, как бы промо-ролик к лекции. Для того, чтобы посмотреть саму лекцию, нужно на нее заранее записаться. Лекция будет 19 марта на сайте ТОПОС. Нужно перейти на страницу лекции, в расписании найти лекцию Александры 19 марта, нажать кнопочку «Записаться на лекцию», оплатить 250 рублей. После этого вам будет доступна ссылочка на лекцию, она появится в вашем профиле на сайте. И вы сможете в 18.00 19 марта перейти по этой ссылке, посмотреть лекцию в прямом эфире, ну а потом по этой же ссылочке в записи лекция будет доступна вам в течение 7 дней. Друзья, спешите записаться для того, чтобы наша лекция состоялась. Ну а теперь я расскажу вам о том, что будет происходить на ТОПОС-ТВ в выходные дни. На ТОПОС-ТВ 20 марта в субботу вас ждет экскурсия, паломническая видеоэкскурсия в монастыри Сам Тавро и Шио Мгвиме. Лариса Мхитарян и Сергей Хачатурян отправляются в древнейший мужской монастырь 6 века, который называется Шио Мгвиме, а затем в монастырь 4 века Сам Тавро. Это женский монастырь, где начала проповедовать христианство святая равноапостольная Нино, и там же покоятся мощи преподобного старца Гавриила Сам Таврийского. Так что я думаю, эта экскурсия очень будет познавательна и приятна для всех нас. Ну а в воскресенье мы отправляемся в Амальфи, город Андрея Первозванного вместе с Еленой Ельчениновой. Амальфи – это город, давший название всему побережью и, безусловно, главная остановка для всех путешественников, особенно же православных паломников. Город славится не только своей красотой, но и тем, что в нем есть особый храм. Храм апостола Андрея Первозванного, хранящий его мироточивые мощи. Так что вот такое паломничество к святому Андрею Первозванному ожидает нас в день торжества православия, то есть в воскресенье. Ну а теперь с нами на связь выйдет из Италии, из города Неаполя Елена Ельченинова и расскажет нам, что происходит в Италии сегодня. Елена, здравствуйте! Ну и, конечно, наш первый вопрос, как и ко всем гидам. Что происходит в Италии? Как и чем сейчас живет Неаполь? Анна, здравствуйте! Мы с вами находимся в Неаполе, да, и карантин у нас продолжается. То есть официально вот как раз с 15 марта, включительно по 6 число, наш регион закрыт в красную зону. Но это, скажем так, образно, потому что, в принципе, перемещаться можно. Достаточно просто заполнить форму и куда вы едете, зачем вы едете и по какой причине, в случае, если вас остановят. А так школы у нас, учебные заведения все закрыты, то есть, ну, закрыты офлайн и работают в режиме онлайн. А вот магазины открыты только первой необходимости, я имею в виду продукты, питание, то есть, в том числе и рынки. А так, в принципе, Неаполь это особый город, в котором правила существуют свои собственные. То есть, скажем, не надо рассказывать неаполитанцу, что ему делать, он сделает все наоборот. Это заметно очень на улицах города. То есть, бары и рестораны работают, хотя они, в принципе, должны быть закрыты, но они работают на вынос. То есть, можно сделать заказ и его получить. В принципе, можно его и сделать этот заказ заранее, по телефону. Ну, а так, живем в режиме карантин до 6 апреля включительно. То есть, включая католическую паспу, все будет закрыто, имеется в виду музеи, имеется в виду парки городские и так далее. Скажите, а возрождается ли как-то внутренний туризм? Вот ходят слухи о том, что Европу будут открывать летом 2021 года, то есть, этим летом. Что слышно у вас? Анна, да. Поток туристов ожидается, но в каком плане готовиться к этому? Я не говорю обо всей Италии, я говорю о регионе Компания, в котором нахожусь и живу, и работаю. Здесь предпринимаются меры по открытию отелей, структур и так далее. Почему? Потому что регион Компания живет в первую очередь за счет туризма. Это море, это термы, это отели, это вулканы, ну и, конечно же, известные всему миру достопримечательности. Поэтому, в принципе, мы на это надеемся. Что касается русскоязычного туризма, то есть, конечно, надеются на открытие Европы, и, таким образом, пойдет поток в Италию туристический. Что касается русскоязычного туризма, то, конечно, здесь пока все под вопросом. Но надеемся очень на вакцинацию. Вот, так как, в принципе, как говорят, это дело добровольно, но уже поступает информация о том, что перелетать и передвигаться нужно, можно будет лишь при наличии либо справки о вакцинации, либо справки о проведенном тесте на коронавирус, носитель или нет. То есть, вот такая у нас пока ситуация. Живем надеждой. Но закрыты до 6 апреля. Пока закрыты, а там видно будет, как Бог даст. Елена, сегодня начался Великий пост. Я знаю, что вы ходите в храм. Расскажите немного о вашем приходе и о том, как происходят службы сейчас, вот в этот коронавирусный период. Аня, да, начался Великий пост, с чем вас и поздравляю. В принципе, всех поздравляю. И да, у нас в Неаполе есть православная церковь московского патриотолета. То есть, церковь возрождения, вернее, церкви неаполитанской православной началось в 2001 году. То есть, она была, это церковь, в период королевства двух Сицилий, в период правления Бурбонов. А вот, ну, потом, после объединения Италии, ее закрыли. Вот возрождение началось в 2001 году. Наконец, в 2013 году выделили постоянное помещение в центре города, недалеко от университета. И также в 2013 году был освящен прекрасный иконостас, привезенный сюда из Нижнего Новгорода. Церковь рабочая, работает в обычном режиме, никаких зумов онлайн, этого здесь нет. То есть, в обычном режиме, по обычному расписанию церковному. Ничего, никаких у нас ограничений в православной церкви нет, хотя они есть в католических церквях города. Ну что, я всех поздравляю также. Анечка, вас поздравляю с Великим постом. Вчера было прощенное воскресенье. А вот, и, конечно же, до новых встреч. Всем хорошего, хорошей недели. Спасибо большое, Елена, за то, что уделили нам время. Мы желаем вам хорошего поста и с нетерпением ждем ваших видеоэкскурсий. Ну вот, дорогие мои друзья, наш выпуск подошел к концу. Мне остается только попрощаться с вами. Еще раз поблагодарить вас за то, что вы заглядываете на наш сайт, путешествуйте с нами, поддерживайте и морально, и материально наших экскурсоводов. Все передают вам большую-большую благодарность. Надеемся и дальше радовать вас интересными, полезными, нужными экскурсиями. Всего хорошего и до скорых встреч на ТОПОСе. Для того, чтобы совершать видеопутешествия, вам нужно зарегистрироваться на нашем сайте. Для этого нажмите кнопку «Вход» в правом верхнем углу. Выберите вкладку «Регистрация». Введите ваш электронный адрес и желаемый пароль не менее шести знаков. Повторите пароль еще раз. Теперь нажмите кнопку «Зарегистрироваться». Должна появиться надпись о том, что регистрация прошла успешно. Теперь войдите на сайт как зарегистрированный посетитель через кнопку «Вход», введя электронный адрес и пароль. Для входа на сайт вы всегда будете пользоваться кнопкой «Войти». Слева от нее находится кнопка «Профиль». Это ваш личный кабинет. Здесь вы можете проверять, сколько оплаченных просмотров лежит на вашем балансе, менять пароль в настройках, видеть отложенные для просмотра экскурсии в вашей коллекции, а также входить в оплаченные вами курсы. При необходимости пополнить баланс можно прямо из личного кабинета. Выбираем желаемое количество просмотров. Нажимаем кнопку «Купить». Выбираем способ оплаты и переходим на страницу платежного сервиса. Заполняем данные. Нажимаем «Оплатить» и возвращаемся на сайт, нажав на стрелку в нижнем левом углу экрана. Оплаченные вами просмотры появятся на вашем балансе в профиле. Теперь вы можете выбрать видеоэкскурсию из своей коллекции или перейти на главную страницу. Очень удобно собирать экскурсии в коллекцию для дальнейшего просмотра. Нажмите на сердечко вверху заставки понравившейся экскурсии, и она окажется в вашей коллекции. Коллекцию можно редактировать, удаляя из нее те экскурсии, которые вы уже посмотрели. Как начать просмотр? Нажмите на заставку понравившейся вам видеоэкскурсии. У каждой экскурсии есть описание, включающее стоимость просмотра и продолжительность видео, бесплатный трейлер и отзывы. Вам все нравится? Тогда нажимаем кнопку «Смотреть полностью». Во всплывающем окне вы увидите, сколько просмотров спишется с вашего баланса. Нажимаем кнопку «Начать просмотр». Ваше путешествие началось. Ссылка на видео активна в течение 90 минут. Во время просмотра вы можете останавливать плеер на 2-3 минуты, прокручивать видео вперед или назад. Внимание! Не закрывайте страницу с видеоэкскурсией до окончания просмотра. Повторно она не откроется. В конце видео вы можете перейти на страницу автора и посмотреть его другие видеоэкскурсии. Не спешите закрывать страницу с экскурсией и оставьте отзыв. После закрытия страницы вернуться на нее для того, чтобы это сделать, будет уже невозможно. Теперь вы можете перейти на страницу автора и узнать, какие еще видеоэкскурсии он предлагает, а также прочитать небольшой рассказ автора о себе. Приятных вам видеопутешествий! Субтитры создавал DimaTorzok